С наступлением отепелем дорожную обстановку все чаще обсуждают пользователи соцсетей. Рязанцы выкладывают видео и фото, пишут гневные комментарии. Абсолютный лидер на рязанской карте убитых дорог – это улица Большая. Чуть ли не каждый день здесь убивают свою подвеску сотни автомобилей рязанцев. Проявлять мастерство вождения, лавируя между ямами на Большой, приходится постоянно. Не повезло тем, чей путь на работу пролегает именно через этот дорожный участок. Еще вчера ямы были не полностью скрыты под водой, и у автомобилистов была возможность их объехать. Сегодня такой возможности нет, и водители берут ухабы штурмом, рискуя подвеской своих авто. Если повернуть с этой улицы во двор, то картина становится еще печальнее. Здесь, возле дома 54, корпус 1, ямы уже давно. Они не свежие, и о том, насколько они глубокие, видно с любого ракурса. В сети также появилось видео, которое сняли на рязанской трассе М5. Вот такие дороги в области. Налоги через приставов собирают транспортные, а дороги не делают, сказал водитель. Стоит отметить, что за последние дни в интернете появилось много подобных видеозаписей. Пользователи замечают, что асфальт в Рязанской области, как и обычно, растаял вместе со снегом. Тем не менее, дорожные рабочие, несмотря ни на какие погодные условия, продолжают засыпать ямы и в дождь, и в снег. Такие фото тоже появились в интернете. Но, несмотря на плачевность всей ситуации, рязанцы надеются, что с приходом нового губернатора дороги города и области все же станут ровнее и качественнее. Николай Викторович, пожалуйста, займитесь этим делом. Дороги нам нужны хорошие, налоги платим, правда? Да, ну и дороги должны быть. По городу, по центру еще жить можно, а шаг влево, шаг вправо, все, дорог нет. Николай Викторович, помогите нам, сделайте нам хорошие дороги. Ну, дороги сильно убедут, что там говоришь. Я вот позавчера диск погнул, вот передний, две тысячи выкинул. Будем надеяться, что в приход нового губернатора у нас появятся новые дороги. Надежды есть. Пожалуйста, сделайте ради бога дороги, это же невозможно. Около нашего дома это убийство, убийство. Это, я не знаю, по советской армии. Дом 3, корпус 1. Как туда идти, поднимешься наверх. Это ужас, что есть. Где толка нет, где не убиты. Николай Викторович, сделайте дороги, пожалуйста. Ну, вот Шлаковый район очень убит. Потом где? Ну, тут, в принципе, везде убитые. Единицы сделаны. Николай Викторович, помогите нам, пожалуйста, сделать новые дороги. Мне кажется, в Дашках. Очень плохие. Конечно, там центральные заасфальтировали, ну, а такие в дворах все убито. Будем надеяться на лучшее. Я просто езжу давно уже, как бы, 20 с лишним лет, поэтому я могу сказать, что как бы от того, что что-то во власти меняется, на дорогах ничего не меняется. Ну, пожалуйста, нам много. На шлачке, мол, очень. На шлачке вообще разбитая вся дорога. Невозможно ездить. Николай Викторович, давайте лучше сделаем дороги в городе Рязани. Где самая большая? На дороге Премьер и Барс. Вот ехать невозможно. Вот серьезно. Сошел снег, и подвеска полетела. Николай Викторович, сделайте, пожалуйста, дороги. Николай Викторович, нужно, чтобы дороги были лучше.